Давайте мы сейчас срежем пустые поля у чертежа, тоже с помощью плавающей панели. Жму уже не на углу, не на точке, а на грани, на линии. Жму на грани, выбираю вот этот инструмент, уже по умолчанию угол со смещения ребра, и подрезаю, как не нужно. Жму на другом ребре, подрезаю, или впритык, или там с запасиком оставляю. Вот так я убираю ненужные поля пустые, с помощью этой же плавающей панели. Тут же уберу заголовок снизу, мотаю свойства чертежа, нахожу тип заголовка, не встроенный, а нет заголовка, он исчез. И тут же я уберу автообновление, вот здесь тип обновления. В тех случаях, во-первых, когда сложный-сложный чертеж, у нас в модели план сложнейший, комплекса, и он будет обновляться вручную, вернее на автомате, каждый раз долго, там минуту, две, пять минут. Поэтому мы автообновление меняем на ручное и обновляем так. Выделяю, травлю кнопкой мыши, обновить. И второй случай, когда мы запрещаем автообновление, когда мы переносим файл на другой компьютер, чтобы у нас не слетели настройки, ничего не исчезло или не изменилось, я запрещаю обновление, и у нас чертеж на листе никак не изменится, пока мы его не обновим вручную. Выделяю, травлю кнопкой мыши, обновить. Вот за этим я автообновление часто сам вырубаю. Вот, возвращаю автообновление, он будет обновляться. Смотрите, я автообновление верну, как по умолчанию было, в модели что-то поменял, на лист вернулся, хоп, обновил. Запретил автообновление ручное, поменял в модели что-то, вернулся на лист, он не обновляется. Враг кнопкой мыши, обновить, он обновился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!